Всем привет! Я Александр Горбунов, Сталин ГУЛАГ, и сегодня мы поговорим о закономерностях. На прошлой неделе прошло традиционное трэш-шапито с элементами унижения. Это если вдруг за целый год забываете, что в стране отсутствует журналистика, то пресс-секретарь президента приглашает все пишущие, говорящие и прочие головы, для того, чтобы президент их прилюдно унизил, растоптал и иными способами продемонстрировал, что в России у журналистов только одна задача – прислуживать власти. И что никакой другой причины для существования у них нет. Причем независимо от того, журналисту федерального телеканала или небольшого, никому неизвестного издания вас все равно найдут, привезут в Москву и прилюдно растопчут. Впрочем, некоторые журналисты воспринимают это даже как трамплин в карьере, пытаясь таким образом подобраться к корыту побольше, где уже в полной мере можно будет наслаждаться смрадом федеральных телеканалов. Как мы видели на примере журналистки из Черябинска, которая вышла к Путину и сказала, «Вы знаете, у нас в Черябинске с экологией на самом деле не все так плохо. Все можно даже сказать нормально». А те, кто записывал обращение к Байдену, просто хайпажоры. И вот смотришь на нее, а на ней уже пятна проступают и прочие признаки разложения. И она все больше становится похожей на зомбака, который стоит и говорит, «Да ну что вы, у нас все нормально с экологией. Не прекрасно, но в целом окей». А Путин смотрит на нее с прищуром и как бы говорит, «Нет, недостаточно хорошо ты врешь. Нет тебе задора соловьиного. Отправляйся, кажется, ты обратно в свой Черябинск с неплохой экологией, а Соловьев останется на своем месте». В этом году пресс-конференция прошла несколько в измененном формате, все-таки какая-никакая остальная пандемия. И несмотря на то, что мы изобрели самую лучшую вакцину от короны, президент ей, конечно же, не собирается прививаться, чтобы ампулу просты граждан не отбирать. А может быть просто потому, что он все-таки не дурак, чтобы ставить эксперименты на себе. Для этого у него целая сторона есть. Серьезное отличие этой конференции было не только в том, что президент сидел в бункере, а журналисты в пресс-центре и другие вовсе задавали вопросы по интернету, но и было отличие и в самом президенте. Обычно Путин приставал таким самоуверенным, валяжно развалившимся в кресле человеком, для которого не существует никаких правил, границ, преград, для которого не действуют ни законы Российской Федерации, ни законы мироздания. Он легко нарушает их все. Ведь он не тот, кого выбирают, как в каком-нибудь условной Америке, на определенный ограниченный срок. Он пришел не просто надолго, а навсегда. Он не какой-то президент условной Франции, ему не нужно отчитываться перед прессой и обращать внимание на рейтинг. Ничего этого для него не существует. А есть только его самоуверенность в том, что он может решать любые вопросы и задачи. А в этом году мы увидели совершенно другого. Такого постаревшего мужчину с огромным багажом суеверий, обычно свойственным пожилым людям. И вот он сидит в своем бункере, по-прежнему не называя Алексея Навального по фамилии, чтобы не обрушить стены и потолок по мотивам рассыпанной соли, черной кошки или разбитого зеркала, и уже не придает впечатление уверенного в своих силах. Он констатирует в своей определенной страхе о том, что да, американские спецслужбы следят, у них есть доступ к биллингам, а всевозможные российские пакеты яровой ничего не могут с этим сделать. Свои ответы он выдает без прежнего задора и уверенности в завтрашнем дне. И от этого не по себе становится не только всем присутствующим, которые начинают испытывать какую-то неловкость, и даже ему самому. Потому что он уже понимает, что говорить не то, что от него в принципе ждут. Возможно, спастись от этой неловкости должен был хотя бы Сергей Шнуров. Но тот своим явлением продемонстрировал только то, что нет предела падению, что можно продолжать пробивать дно за дном. Вроде бы совсем недавно ты был рок-звездой, кричал на стадионах и тряс голой задницей. А сейчас такой на вид третий помощник Соловьева, который пришел и мнется, пытаясь языком дотянуться до царского каблука. А царь свой сапог только отдергивает, потому что язык уж слишком неприглядный. И вот стоит он, пытается царю понравиться, а ничего не выходит. Так вот, даже такой своей клоунской пантомимой Сергея Шнурова не получилось спасти все это мероприятие. Поэтому под конец года мы увидели самое грустное и трагическое шоу, длиной почти в пять часов. Покупатель одного из розничных магазинов в Череповце добился признания своей правоты через суд, добиваясь возврата в 54 рубля за решетку для раковины, которая ему не подошла по размеру. Вроде бы мелочь, но магазину пришлось потратить на это время и ресурсы. Все это, как правило, происходит из-за полного безразличия менеджеров по продажам, которые даже при вопросах от покупателей стараются поскорее продать и избавиться от назойливых диалогов. Естественно, такой сервис не увеличит продажи, а наоборот, лишит магазин продаж насовсем. Для решения проблемы есть АМА-СРМ, с которым вы больше не зависите от навыков менеджеров. Теперь вы можете проследить, чтобы каждый покупатель остался доволен. Большую часть действий АМА-СРМ может выполнить автоматически. А уникальная система Digital Воронки сама напишет клиенту, покажет таргетированную рекламу в соцсетях и подскажет оптимальное время для звонка. Встроенные в АМА-СРМ боты даже могут сами отвечать на типовые вопросы. Понятно, что покупателям удобнее всего общаться в мессенджерах, будь то WhatsApp или Telegram, а самой оптимизированной СРМ для работы с мессенджерами в мире сейчас является как раз АМА-СРМ. Кстати, система постоянно обновляется. 10 декабря ребята провели очередной релиз обновлений, в числе которых возможность следить за аналитикой прямо в Apple Watch или Smart TV, автоматически генерировать документы, следить за действиями клиентов на сайте и многие другие полезные функции. Ссылка на релиз в описании. Переходите, если уже являетесь пользователем системы, смело тестируйте обновления. А если еще не успели стать пользователем АМА-СРМ, переходите по ссылке в описании на регистрацию 40-дневного пробного доступа прямо сейчас. Будем справедливы, во время своего трэш-стрима Путин все-таки ответил на вопрос о Навальном. Нет, по фамилии он его, конечно же, не назвал, поскольку, во-первых, как мы знаем, это излишне трудно произносимая фамилия, а во-вторых, неизвестно, чем это может обернуться. Поэтому Путин мудро ограничился ставшим уже именем нарицательным берлинским пациентом. Ну и в сухом остатке, что же сказал Путин по поводу расследования? Во-первых, он подтвердил, что да, за Навальным действительно ведется слежка, что за ним по пятам неуступно следуют офицеры ФСБ, но и, разумеется, президент умолчал о том, что это не просто слежка, то есть, что это не просто банальные топтуны, которые только следят и отчитываются о том, куда пошел Алексей. Путин не стал комментировать то немаловажное обстоятельство, что это были сотрудники из совсем другого отдела, все поголовно с образованием в области химии и медицины, что уже простых топтунов не осталось. То есть тут уже явно прослеживается совершенно иная цель. Кроме того, как Алексей показал в своем расследовании, в пункте его назначения они зачастую приезжали не одновременно с ним, а иногда заблаговременно, а иногда на следующий день. Во-вторых, Путин заявил, что это никакое не расследование, а происки ЦРУ. Будь то если ЦРУ, то тогда травить можно, никаких проблем нет. И в-третьих, Путин сказал, что если бы Навального хотели убить, то его бы убили. А помните, как относительно недавно нечто подобное прозвучало из уст доктора Мяснякова? Тогда еще все возмущались и говорили, ой, смотрите, какой-то полумный доктор, что он несет. К чему я это говорю? А к тому, что все это в очередной раз подтверждает мой тезис, что все вот эти бессмысленные вечерние Соловьевы, они не просто так мудозвонят сами по себе, они просто пытаются понравиться начальству. И более того, они его копируют. Не исключено, что когда Соловьев присутствует на совещании у своего начальника, его начальник ведет себя точно так, как потом уже ведет себя Соловьев на своих бесконечных стримах. То есть кричит, вяжет, грозится, поможет всех на ноль и дерется с воздухом. Ну, а начальник начальника, соответственно, ведет себя точно так же. Ну, а самый главный начальник Путин проводит свои совещания аналогичным же образом, где на всех шипит, кричит, бьет рукой по столу. И все вот эти знаменитые кульбитые в воздухе, все эти приемы дзюдев, которые на своих стримах отмачивают Соловьев, это на самом деле он просто пытается копировать вожака-лидера страны. Примерно как у приматов, когда низшие всегда пытаются походить на высшего. И все эти дикие высказывания, которые мы зачастую поражаемся от правокандистов, это не что иное, как трансляция мыслей и поведение самого Путина. Ему неудобно такие дикие вещи говорить, а когда они порой у него проскальзывают, мы уже понимаем, что все сказанное Соловьем до этого изначально было проговорено им. Только за закрытыми дверями. Ну, а сейчас мы, соответственно, стали свидетелями того, что до нас именно и доводится. Вот такие неутешительные итоги уходящего года. Друзья, этот выпуск уже находился на монтаже, когда вышло расследование Навального, просто о котором не возможно было молчать. И это на самом деле историческая история. Я вам сейчас коротко расскажу, почему она историческая. А в следующем выпуске мы разберем эту историю подробно. Потому что по степени деморализации и унижения все вот это расследование, которое провел Навальный в отношении ФСБ, всех вот этой нашей новой аристократии, людей с горячим сердцем, холодными руками, и, как мы видим, абсолютно тупой головой, она настолько унизила, что это можно сравнить, наверное, только с моментом, когда Дзержинского памятник таскали в 90-е по Лубянке. И вот эта их психологическая травма отзывается до сих пор. И вообще весь сюжет, он настолько фантастомоголичный. То есть Навальный, человек переживший страшное отравление, выживает, звонит своему отравителю, представляется помощником директора ФСБ и заставляет его, соответственно, признаться в совершенном преступлении. И это не новый сериал Netflix, это вот новая, точнее, старая новая история, в которой мы все живем. Вот этот политический режим, в котором все продолжает деградировать. И, мне кажется, это, наверное, лучший сериал, и все остальные стриминги, сервисы могут закрыться и больше не работать. Потому что то, что мы стали свидетелями, это, наверное, перериснет историю не только России, но и историю ФСБ. И вот с этого момента, с сегодняшнего числа ФСБ будет уже вести себя совершенно по-другому и отношение к нему изменится раз и навсегда. Самым правильным окончанием истории про пресс-конференцию будет краткий рассказ из реальной жизни 11-летнего Димы Антошина из Ростова-на-Дону. Дима Антошин из семи погорельцев, лишившихся жилья при пожаре три года назад. По собственной инициативе Дима написал письмо Владимиру Путину, где он рассказал об ужасных условиях, в которых его семья живет последние три года. О единственной холодной комнате, все время плачей маме, которая на все обращения во всевозможные инстанции получает только отписки. И что дяди-чиновники обещали пострадавшей семье помочь, но вот прошло уже три года, а помощи как не было, так и нет. Возможно, вы сейчас подумали, что раз вы смотрите «Вестник оптимизм», а значит, пролетел добрый волшебник, семье помогли, и Дима уже и его родители переехали в человеческие жилищные условия. Но, к сожалению, нет. Новогоднего чуда не произошло. Вместо чуда накануне пресс-конференции президента к Диминам родителям пришли злые колдуны, проверяющие из прокуратуры Кировского района, и заявили «Если вам так тяжело, мы можем забрать ребенка». И вот в этом предложении забрать ребенка, сдать его в детский дом, отобрать у любящих родителей, только потому что посмели пожаловаться царю, вот в этой истории отражено вообще все. И про пресс-конференцию, и про царя, и про его бояр, и про то, как реально обстоят дела в России. Вот в этой невыносимой грустной истории 11-летнего Димы Антошина каждый в той или иной степени может найти себя. Знаменитый телепроект «Дом-2» закрывается. В том формате, в котором он приобрел свою известность, проект больше не будет существовать. 30 декабря будет показан последний выпуск. Логично и закономеренно просто потому, что в нашей стране уже настолько превышен уровень морального разложения и преступного блядства, что «Дом-2» не может выдержать конкуренции с реальностью. Все наши ежедневные новости, эфиры политических ток-шоу на федеральных каналах выдают трэш-контент и зашкварят такого уровня, что никакие любовные и постановочные страдания и разборки в борьбе за внимание зрителя не могут с ними конкурировать. «Дом-2» был просто вынужден ретироваться и капитулировать, потому что его победил и уничтожил коллективный Владимир Соловьев. По факту больше ничего не осталось. Осталась только выжженная земля, на которой стало неуютно даже «Дому-2». Сейчас мы подошли к такому завершению, что теперь вынуждены сочувствовать «Дому-2», поскольку на медиаплощадке у Соловного Киселева нет места больше никому, кроме вечерних мудозвонов. На ближайшие несколько лет российскими спортсменам запрещено выступать под российским флагом. Таким стало решение антидопингового комитета ВАДА. Знаете, это наглядный пример того, чего бы ни касалась сельская власть, это перестает существовать. Вот жил-был такой российский спорт. В каких-то видах мы добивались каких-то результатов, где-то терпели неудачу. Ну, обыкновенная история. И продолжалось это ровно до тех пор, пока Кремль не решил сделать спорт одной из своих основных скреп. А каждому победившему спортсмену прифотошопливать рядом Путина или хотя бы какого-нибудь чиновника и доказывать, что победил не какой-то конкретный Вася Пупкин, положивший на эту победу свою жизнь, свое детство, сбережение родителей, все свои силы и уж точно здоровье, а что это за снука и государство. Эту историю стали активно продвигать, чтобы хоть чем-то подпирать падающий рейтинг власти. И с этого момента спорт перестал существовать, поскольку его заменили подмены мочи, допинги и соревнования в фармкомпании. Уже стало плевать на Васю Пупкина, потому что прифотошопленный Путин должен был занимать уже весь пьедестал, а для конкретного спортсмена там тупо не осталось местных. Теперь можно подвести закономерный итог, что огромное количество Василиев Пупкиных, тративших свою жизнь на спорт, гробили свое здоровье впустую. Всем уже понятно, что даже если они сейчас попытаются выступать под флагом другой страны или под нейтральным флагом, то их объявят чудо и не шпионами, врагами нации, государства, предателями Родины. Им не будет жить, я их прокляну, и лишат всего, чего только можно. Не исключено, что депутаты тут же примут закон, прозревающий за такое дезертирство уголовную ответственность. И вся жизнь спортсмена, все, что было поставлено на кон, будет вспышено в унитаз только по одной банальной причине. Потому что государство решило сделать из спорта пропаганду, которая, как и любая другая пропаганда, лживая, построенная на допинге, эту войну проиграла ценой смысла жизни тысяч ни в чем не виноватых спортсменов. И сотен тысяч их фанатов, лишившихся своих кумиров. Вот дотянулись и до Моргенштерна. Недолго он хайповал, и теперь его песню, его ли, кстати, песню, «Я съел деда», хотят признать экстремисткой. И запретить. Учитывая то, кого в нашей стране считают дедом, и что это имя нарицательное, приобрел сакральный смысл, то тут попахивает чуть ли не свяжением конституционного строя, покушением на власть и еще пару десятков страшнейших статей. Так что Моргенштерну, незавидуемый, не дай бог, он станет следующей жертвой политических репрессий. Учитывая возможный двойной контекст этой песни, получается, что это серьезный политический манифест, который Кремль может принять на свой счет. Моргенштерну сил, поскольку хайп, похоже, вышел из-под контроля. Наконец-таки в Государственную Думу внесли по-настоящему полезный законопроект. А то всякую чушь носят, а тут действительно хоть кому-то станет жить проще. Правительство предложило утвердить список ситуаций, при которых чиновники не будут отвечать, если они будут уличены в коррупции. Как говорится, да, наконец-таки. Мы так этого ждали, и хоть под конец года это пришло. Более того, нужно не только, чтобы чиновники не отвечали за коррупционные схемы, на которых они были пойманы. За это их нужно награждать и всячески поощрять. В частности, раз уж у нас уже принят закон о том, что бывший президент страны не попадает ни под какую ответственность, значит, и чиновников нельзя привлекать. А надо наоборот, примировать. Больше скажу, если чиновник не ворует, то это какой-то неправильный чиновник. И как раз, если они воруют, его надо сразу снимать с должности и гнать куда подальше, подвергать преследованию и заставлять учиться воровать. Потому что, если чиновник не ворует, если не принимает участие в революционной схеме, то он подрывает государственные устои. Скрепы шатают. Соответственно, у государства над таким чиновником не работает механизм контроля, а такой неподконтрольный чиновник кому нужен? Он опасен, он бросает тень на своих коллег. Поэтому нужно не только законодательно разрешить чиновникам воровать, но и заставить их, поскольку другого пути развития у нас, как известно, нет и не предвидится. Как же дико выглядят все эти рейды по барам и ресторанам в то же самое время, когда прекрасно работает общественный транспорт, в метро люди набиваются, как серди в бочку, а самое главное, никаких официальных карантинов так и не введено. Зато есть только бары, рестораны, которые не должны работать. Туда вламываются люди в масках, кладут всех, включая посетителей, лицом в пол и начинают бить. А самое главное, что делают это те же самые люди, которые совсем недавно проводили парады победы, обнурение Конституции и прочее голосование. Всем своим видом власть демонстрирует полное пренебрежение к эпидемии. Высший состав даже не делает вид, что носит маски или пытается хоть каким-то иным образом солидаризироваться с простыми людьми. В то же самое время все те же избранные спокойно проводят помпезные праздники, всячески веселятся, устраивают балы и прочие празднования. Пока простой человек должен лежать мордой в пол и не вякать, потому что начальству нужно имитировать бурную деятельность в области борьбы с эпидемией. Еще к новостям победы над коронавирусом. Как мы помним, медальки-то раздали, а сейчас уже приходят весть из полей. Жители Тиминской области получили результаты тестов на коронавирус. Только фишка в том, что анализы они не сдавали и тестов не делали. Как сообщает издание ура.ру, жители Тобольска получили результаты тестирования анализов, на которые они не сдавали. Для понимания пикантости ситуации место Минздрав бордо рапортует о том, что область находится на лидирующих позициях по количеству граждан, проходящих тестирование на коронавирус. Гениальное изобретение Тюменского Минздрава. Если ты на коронавирус тест не сдавал, значит и результат не может быть положительным. Все просто. Так просто можно победить эпидемию, если просто выдумывать результаты. А тут Минздрав пошел еще дальше и выдумывал не только результаты якобы сданных тестов, но и тех людей, которые их якобы сдавали. С таким успехом можно написать, что у нас уже вакцинировано 100% населения и тем самым гарантирован 100% коллективный иммунитет. А значит корона нам не страшна. Шах и мат. Опять всех переиграли и победили. Ура! Если вам до сих пор не хватило безумия в этом году, то в последний день уходящего года в Санкт-Петербурге решили эту черту перейти, запустив поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург. В новогоднюю ночь этот поезд сделает круг и прибудет туда, откуда он был. То есть, если раньше нельзя было покинуть Омск, то теперь нельзя покинуть и Санкт-Петербург. И вот эта дикая непонятная новость на фоне священной войны объявленной из Смольного против баров и ресторанов выглядит еще более абсурдно. Но, как говорится, никуда не денешься, когда команда Беглова берется за работу живым во всех смыслах этого слова мало кто может выбраться. Так что, еще раз запоминаем правила поведения во время эпидемии коронавируса. До 23 часов в ресторане сидеть можно, а после 23 часов сидеть нельзя. Ездить в другие страны нельзя, а сесть в поезд и вернуться на нем в исходную точку можно. Здесь коронавирус как бы не цепляется, а проигрывает. Вот так научились. Такой многоходовочке ковид, конечно же, не ожидал и он не выдерживает. В нашей рубрике «Не Питер и Медины», ну или специальная рубрика для наших зрителей из регионов «Москвичи совсем охуели». Авиакомпания «Победа» анонсировала два рейса из Москвы в Москву. То есть вы садитесь в самолет, он взлетает, делает круг по Золотому кольцу и, соответственно, приземляется в аэропорту вылета. Сделано это для любителей путешествовать на самолетах, но, учитывая, что сейчас пандемия и авиасообщение ограничено, многие люди этого лишились. И мы решили напомнить, как это летать на самолетах. Чтобы вы понимали, все билеты на эти рейсы были выкуплены за 8 минут. Ну, как говорится, с наступающим Новым годом, что-то еще сказать, Москва — это Москва, и на эти какие-то разумные доводы, чтобы объяснить поступки местных жителей нельзя. Как говорится, не отвлекайтесь, у вас там макароны по-флотски уже подогрелись. В Югре, чтобы поздравить детей с наступающим Новым годом, мэрия закупила просроченные конфеты. Сейчас многие скажут, вот так всегда накормили детей говном, как мэрии не стыдно, а на самом деле это же только на первый обывательский взгляд плохо, а чиновник, как известно, всегда зрит в корень и видит перспективу. Чиновник сразу с молодых ногтей воспитывает правильную патриотическую настроенную молодежь. Вот смотрите, сегодня вы купите детям нормальные конфеты, они их съедят, и что потом? А потом они в жизни столкнутся с какими-нибудь трудностями, поймут, что жизнь не конфетка и будут разочарованы, а так как сразу с детства приучают к тому, что ничего хорошего от жизни ждать не стоит, что кругом измена трусости и обман, и что в любом случае, если хотя бы им кто-то что-то подарит, что это скорее всего не подарок, а мошенничество или банальный развод. Так что они с детства закаляются, понимая, что государствам ничего не должно, эту заповедь мы уже слышали от государственных журненных мужей, и таким образом дети растут порядочными гражданами, такими, какие нужны этому государству. Поэтому все правильно мэрия Югры сделала. Нужно не только детей кормить просочными конфетами, но и, например, пенсионерам пенсию выдавать деньгами из банка приколов. Пенсионерам ведь тоже нужно держать в тонусе, чтобы они понимали, что не все так просто в этой жизни, что есть обман, и они всегда должны быть на чеку, не расслабляться, чтобы не превратиться в каких-то европейцев, сидячих где-то в кафе и отдыхающих. Нам такие пенсионеры не нужны. Нам нужны пенсионеры бодрые, здоровые, чтобы и до водокачки добежали, не подсказывались, чтобы в туалет сходил в грибную яму и туда не упал и не захлебнулся. Так что все правильно делает Югра. Воспитывать нужно не только молодых, старых тоже нужно нет-нет, да и тренировать. В Воронежской области произошла церемония торжественного открытия памятника Аленушке. То, что вы сейчас видите, это не фрагмент из фильма Хичкока, а то самое произведение скульптурного искусства. На самом деле предполагалось, что сие будет радовать детский взгляд, но мы с вами неоднократно уже говорили о том, что у нас наступает эра искусства темных веков, когда деградация только прогрессирует. Аленка для нашего города это наш челлендж, наш стартап, наш бренд, наш хайп, пиар, оберег, визитная карточка города и, как сегодня говорят молодые, наш лук, то бишь образ. Приходите к Аленке, приносите ей цветы, назначайте тут свидание, загадывайте желание, возьмите ее за руку и помечтайте, и ваши мечты непременно сбудутся. Берегите Аленку, и Аленка будет беречь наш город, наш талисман. Мне кажется, что здесь есть определенный тайный смысл, но просто мы глупые и не совсем его понимаем. Перед нами не Аленушка, а памятник уходящему к 2020 году. Именно таким мы его запомним, именно таким он был, и это его лучшее изображение. Так что Воронеж впереди планеты всей Воронеж не подвел, а смог выразить в искусстве то, чего не смогли сказать словами мы, чтобы описать уходящий год. Наконец подъехали хорошие новости и для оптимистов. То самое окно возможностей, которое нас ждали, наконец-то дождались. В Кургане, в местной больнице стеклопакеты установили прямо на кирпичную стену. Если вы совсем не поняли, как это сейчас, вы можете это увидеть. Ну, действительно, зачем прорубать окно? Кому оно нужно? Вот тогда же Петр Первое окно в Европу прорубил, так оттуда сами знаете, кто пришли и какие парады хотели проводить. А нам этого, естественно, не надо. Окно в Европу куда не прорубить, там вечно вылезет, сами понимаете, что. Поэтому в Кургане решили просто установить окно в стену. Самое главное, это ведь безопасно. Вы же понимаете, что если есть окно, то, соответственно, из него можно выйти. А тут нельзя. Тут же никто никуда не выйдет. Это же плюс. Опять же, даже если его разобьют, то этого никто не заметит. Там же все равно стена. Кроме того, никто не сможет подглядывать. То есть, никакие шпионы Курганской больницы не страшны. Мы же знаем этих шпионов. Они там завязают в наши окна и давай шелудить, узнавать, что у нас происходит. А у нас тут, как оказалось, сотрудники ФСБ с новичками бегают. Так что нам тут никаких подглядываний не нужно. Воры, опять же, не пролезут. Хоть воровать, в принципе, нечего, кто надо, и так украдет. Но все-таки хоть посторонним ничего не достанется. Так что, отличная инициатива. Я считаю, что нужно и дверь еще заколотить, а может даже и сразу без дверей строить. Просто лепить вот такие коробки. Ну а что? Надувные танки у нас уже были, так почему бы и стеклопакеты на кирпичную кладку не лепить? Можно даже пойти еще дальше и просто рисовать окна на стене. Зачем вообще тратиться на стеклопакеты? Эти деньги можно украсть, а окна просто на кирпичах пририсовать. Так что все хорошо, а те, кто здесь пытается шутить и всячески издеваться, будут посрамлены. Мы впереди планеты все опять. И я уверен, что такую инициативу к Кургану примут и другие страны. Потому что это инновационно, стильно, модно, прогрессивно, молодежно. В очередной раз мы всех победили, переиграли. Курганцы молодцы, так держать. Опять ура! Друзья, извините, нарисованный колокольчик, ставьте нарисованные лайки, оставляйте нарисованные комменты и будем жить в нашем маленьком нарисованном мире. Идите спать, двери для выхода еще не нарисовали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова